Все, пацаны, приехал мой крафтер, сцепление у него накрылось, цилиндр сцепления у него накрылся и все, вот тащу его, на буксире его тащу. Цилиндр сцепления-то у меня есть в запасе, вот теперь, теперь нужно цилиндр их поменять срочным образом, по-быстрому. Все, пацаны, цилиндр приехал, сцепления нету, короче, помер он, педаль проваливается. Все, кранты сцеплению. Так, ну здесь он пластиковый стоит, еще родной. Короче, он уже был на подходе, если вы даже, если вы еще помните, когда я его забирал, то тут сцепление уже было такое. На вот-вот-вот, сейчас вот сдохнет, вот столько осталось. От такого сцепления, вот столько, вот столько осталось, еле-еле отжимал. И, короче, сейчас он сдох. Главный цилиндр сцепления у меня есть, я его еще в Чемкенте по дороге купил, железный, итальянский какой-то. Мы будем этот цилиндр снимать, новый вставить, прокачивать. Вот, и, возможно, сцепление будет хорошо отжимать, вся корзина. И нормально будут включаться скоростя. А то, знаете, так, с под таким, под втыканием нужно было туго-туго скорости включать. Ну, потому что он не отжимал полностью, как положено. Не знаю, или перепускал между собой манжеты, или что, короче говоря. В общем, все, сдох он сегодня. Еще снежок меленький. Вот он пошел. Как раз в холодную погоду. Зараза, придется этим заниматься сцеплением. Парни, вот он, этот цилиндр стоит. Цилиндр сцепления. Два болта, крепление. Вот и вот. Здесь звездочка многогранная вот эта. Торекс Е. На сколько найдет? Е. Е8 головка. Да, вот Е8 головочка. Вот такая вот. А с этой стороны на 10 гайка под обычный ключик на 10. Вот здесь откручиваем два крепления. И потом надо убрать шпильку, пин, пальчик с педали сцепления на шток сцепления. Вот здесь вот есть шплинтик. Вот он. Нужно шплинтик сейчас аккуратненько снять. А тонкой отверточкой можно подцепить и шплинтик снять. Но смотрите, его не потеряйте. Он маленький, черного цвета. Если куда-то уроните, то потом будете искать. Сразу аккуратненько его в сторону уберите, чтобы он не потерялся. Вот здесь отцепляем. Здесь раскручиваем, но не до конца. Так, расслабим. Потому что нам нужно будет из-под капота, с цилиндра, с главного, вытащить трубку. Так, вот здесь вот эту трубочку снимаем. Вот здесь вот шпиль. Вот такая защёлка. Защёлку эту убираем. Вот она. Трубку выкидываем. И сюда нужно будет одеть какой-то колпачок, чтобы жидкость не стекала и меньше воздуха попала. А вот эту трубку отсоединим там из салона. Это подача тормозной жидкости. Это выход тормозной жидкости. Вот в бачке. Вот. Ну, есть немного вот такая грязька. Мутная. Сейчас я вешу шприцом отсосу эту грязь. Это видно от манжет. Износ от манжет. Плавает. Так, пацаны. Вот смотрите. Шприцом вот таким вот. Тоненьким хоботочком. Туда вот так вот. Раз в эту дырку. И хоба. Он туда вовнутрь до конца сел. Вот. Сейчас отсосую эту жидкость. Она такая довольно тёмного цвета. Я не скажу, что она сильно грязная. Но такая тёмная. Ну, первые два шприца сверху были грязные. Вот это вот куски резины от манжет. Довольно много плавало. Просто, чтобы потом вся грязь, чернота не пошла в тормозные цилиндры, в сам цилиндрик сцепления, который чистый сейчас внутри будет. Вот я лучше отсосую это всю, там, парашу. Оно лучше будет. И потом свежечистой жидкостью залью. Но можно этого и не делать, если у вас жидкость чистая, бачок чистый, без продуктов износа от манжет. Эти вот кусочки резины. Тогда, да, можно прям, короче, просто взял, скинул. Тут же жидкость там немножко потекла, вытекла, ну хрен с ней. Быстренько накинули новый цилиндрик. И свежий залили. Вся проблема. Так, парни, надо сейчас аккуратненько снять вот этот вот штифт. Вот смотрите, здесь вот этот усик раз вниз отпустили. И также с этой стороны второй усик тоже вниз отпустили. И все, можно теперь эту трубочку так раз и вытащить. О, тут какая-то хрень. Вот она сразу. Вижу, что это такое. О, ни хрена себе. Какой кусок. Ну, что-то развалилось там, короче. Видите, забитый. Охренеть. Что за хрень? Такая. Что это? Что за хрень такая? Так. Блин. Короче, надо как-то посмотреть, что там. Ага, вроде чисто. Один кусок туда забился. Вот пандла. Не, больше... Не, больше ничего вроде не торчит там. Так. Так. Так, сюда сейчас я одену колпачок. Вот это... Попробую. Вот это колпачок. Это снова цилиндрозаглушечка. Так. Ну, это чтобы грязь просто не попала сейчас. Все отлично. Вот теперь можно вытаскивать цилиндр из салона. Здесь придется потом замыть, чтобы чисто было. Так. Вот теперь снимаем штифт. Аккуратненько вытащим его. Тоненько отверточкой. Вот он, штифтик. Шплинтик. Сказать. Снимаем шплинт. Вот, аккуратно его в сторону, чтобы не потерять. Вот. Снимаем теперь вот этот вот пальчик, шпенек. Вот он, шпенечек. Все. Теперь шток освободился. Ну, видите, все, короче, ему хана. Хана штоку. Так. Ну и теперь до конца открутим. Вот. Головочка Е8. И на 10 ключ. Так. Аккуратненько болтики в сторону. Чтобы не потерять ничего. Так. Вот он один. И вот он второй. Вот второй. Все. Вытягиваем его аккуратно, нежно. Так. Вот здесь вот трубка подачи. С ней нужно быть тоже аккуратненько. Чтобы ее не оторвать, не поломать. Сейчас довольно холодно. И она такая жесткая. Лучше, конечно, это все делать в тепле, чтобы пластик был помягче. Ну вот аккуратненько нужно сейчас ее, короче, сдернуть. Вот, все. Сдернули. Вот он весь цилиндр. Так. Сюда колпачок надо какой-то одеть. Или подложить что-то какое-нибудь. Подложим. Чтобы жидкость оставшаяся не потекла в салон. Да, хотя, в принципе, она уже все. Колпачок надеть сейчас какой-то надо. Так, вот такой вот сейчас колпачок туда засуну. Чтобы остатки жидкости пока не сливались туда. Вот так вот. Пока будем ставить новый цилиндр. Чтобы не залить пол жидкостью промазной. Так, парень. Ну, а вот новый цилиндр. Вот такой вот железный. Вот такая вот у него компания. Какой-то LPR. Помпа фризован. Клатч мастер цилиндр. 19 мм. 1107-19 Made in Italy. 19-й год. Mercedes-Benz Sprinter Volkswagen Crafter. Цилиндр сцепления главный. 906. Какой-то итальянский, короче говоря. Вот такой вот. Отлично. Сейчас я его буду вставить. Так, парни. Ну, вроде вот визуально все совпадает по размерам. Здесь крепления, здесь крепления одинаковые. Длина как бы тоже одинаковая. Совпадает. По штоку я не могу сказать, какая длина, потому что тут вот, смотрите, какая-то хрень уже была подварена. Видать, удлиняли шток, чтобы он довыжимал. Весь самопал уже тут шток какой-то. Вот этот кусок вставленный, подваренный. Ну, а здесь внутри вон все разрушилось. Кусочки пластмассы, вот они. Там валяются. В общем, там все рассыпалось, что-то раскололось на мелкие куски. Так, ладно, все устанавливаю. Тут, здесь на самом цилиндре название ничего не только, вот какая-то есть там, цифры набитые 31, 118, 1 и здесь десяточка. Что они обозначают, не знаю. Ну, а больше здесь никаких обозначений, надписей каких-то нету. Ну, на коробке было написано, что LPR, да. Такой цилиндр. Не знаю, продавец уверял, что работает хорошо и долго. Так, что, втыкаем. Втыкаем трубочку. Так. Вот, есть. Отлично. Тут заводим. И здесь сейчас шток надо попасть тоже. Вот так. Болты. отлично есть. Гайка. Немного неудобно, но ничего, справиться можно. Отлично. Штифтик попадаем. Так. Все, штифтик попали. Отлично. Ага, есть всё. Ну и шплинт. Зашплинтоваться. Палец ободрал. Вот он шплинтик. Шплинтуем. Всё, шплинтик сидит. Отлично. Вот он. Сейчас мы его вверх расположим. Усиками вниз. Вот так, всё. А теперь не выпонят. Всё, отлично. Всё, здесь всё поставил, там поставил. Теперь из-под капота сейчас соединим трубку. Всё, отлично, защёлкнул. Вот здесь вот такой шплинт верхний. На том родном был боковой, а здесь вот верхний. Всё, отлично. Всё, зальём сейчас тормозухи. Парни, вот такая вот тормозуха. Российская. Дот-4. Свеженькая. Ну, её можно заливать уже сюда. Так что сейчас они по стандарту уже проходят. Российские жидкости. Поэтому смело льём сюда. Приятненький цвет такой. Жёлтый. Сегодня я уже не полезу под машину прокачивать. Уже темно и холодно, и снег идёт. Завтра уже прокачаю всё. Банку вылил. Но я две банки купил. Так что мне вполне хватит. Снег валит. Всё, сейчас начнутся крещенские морозы. Уже довольно прилично нападало. Всё, сейчас начнутся крещенские морозы.